Доброго времени суток дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи и сегодня у нас в преддверии ответного матча четверть финала Лиги Чемпионов Челси против Мадридского Реала. Вы в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете с каким счетом она завершится и кто победит, кто пройдет дальше, ну а позже мы узнаем каким же результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться, ну и давайте начинать. С центра поля, на эту встречу начинают гости, Мадридский Реал, поехали. Первого матча Мадридский Реал выиграл довольно уверенно, так скажем, с небольшим запасом. У Челси тоже были моменты, но они их не реализовали и за это потом в итоге поплатились. Посмотрим, что будет в ответной встрече. Реал может действовать наоборот как-то, знаете, так поспокойней, играя по счету, ну а с другой стороны может наоборот добавить и разнести Челси и у них дома. У нас 12 минут позади, пока что особо опасных моментов не было, обе команды, так скажем, присматриваются друг к другу, ну и нам, конечно, показывают, что фокус на Кариме Бензима. Одна из главных опасностей Мадридского Реала, но вот здесь выскакивает Венисиус из-за спины защитников Челси и забивает на 15 минуте первый гол Мадридского Реала. Здесь было все разыграно очень здорово и как раз Карим Бензима, видимо, отвлек внимание защиты, а Венисиус здорово залетел в штрафную и реализовал момент. Это 1-0. Челси пропустили в первые 15 минут, пока они не смогли даже подойти к воротам соперник. Если мы посмотрим на состав Челси, то, в принципе, по исполнителям он довольно неплохой. Может быть, чуть-чуть в обороне есть проблемы, но при этом всем в атаке есть ребята, которые умеют забивать, которые умеют обыгрывать, но пока немножко, может быть, не хватает сыгранности. А здесь шикарнейший момент. Мяч попадает в штангу и дальше Мадридскому Реалу честно повезло. Отскочи мяч чуть-чуть дальше к центру в ворот. Там уже находился совершенно один игрок Челси и он мог добивать пустые. Сбивает Венисиуса. Желтая карточка Кулебали. Но это уже нервишки. А Лука Модрич подошел главному арбитру и, видимо, намекнул, может быть, красную дать. Все-таки удар по ногам сзади. Лука Модрич! Венисиус! Вот он решил сразу за это нарушение ответить. Сегодня один раз он уже забил. Видимо, хочет повторить. Лука Модрич и Тони Кросс два ветерана Мадридского Реала разыгрывают. Дойдет ли дело до удара? Пытались на Чуамини прокинуть мяч, но не вышло. Венисиус! Передача в центр! Удар Вальверде! И 2-0 на 42-й минуте. Реал на выезде в нашем прогнозе увеличивает свое превосходство. Ну и снова не дорабатывает оборона Челси. Сначала, казалось бы, вот здесь. Кулебали отбил мяч у Карима Бензима, но Реал остался. С мячом в атаке и дальше. Когда пятнистый снаряд дошел до Вальверде, он расстрелял ближний угол ворот Кепы. Это 2-0 под занавес первых 45 минут. А здесь пенальти. Уже в добавленную арбитром минуту к первому тайму мяч попадает в руку Камовинги. И главный арбитр указывает на точку. Был ли пенальти? Ну да, мяч попал в руку. Кай Хаверс берет разбег, бьет поворотом. И прошивает Тиба Куртуа. 2-1. Это шанс для Челси хотя бы в этом матче в нашем прогнозе побороться. По ударам в первом тайме 4-3 в пользу мадридского Реала, также 2-1 в пользу Реала по счету. Ну и смотрим, чем нас порадует второй тайм. Стерлинг переводит на Хаверса. Один пенальти в концовке первого тайма Хаверс заработал. Ну и Челси сейчас очень здорово раскатывает. Рахим Стерлинг, Жао Феликс. Удар поворотом. Феликс в принципе играл против Реала в чемпионате Испании. И вот сейчас столкнулся с ними уже в составе Челси. Мне кажется, гол забитый с пенальти немножко воодушевил футболистов Челси. И сейчас они заработали право на штрафной. Режим Сумича пробегает мимо. Хаверс сделает скидку. Жао Феликс пробивал поворотом, но защита мадридского Реала справилась. Лука Модрич Вальверде залетел штрафную 3-1. Не оставляют шансов футболисты мадридского Реала игрокам Челси. Разыгрывают очень классную комбинацию на коротке. Поучаствовало довольно много игроков Реала. Чуамини, Модрич, Бензима, снова Модрич, Вальверде. И счет становится 3-1. Вальверде в нашем прогнозе оформляет Дубаль. Опасный момент. Кай Хаверс бьет в упор, но здесь справляется с ударом Тибо Куртуа. И снова Кай Хаверс. Передача в центр. Стерлинг бьет. И снова Тибо Куртуа. Два хороших момента у Челси. Но вот в первом матче тоже были эпизоды, где можно было забить. Но Челси не забили. Момент удар. Кай Хаверс. Делает Дубаль. Это 3-2. И примерно 12 минут до конца основного времени. В третьей попытке у Челси получается довести все-таки дело до взятия ворот. И здесь Рюдигер, кстати говоря, был близок к тому, чтобы отразить этот удар. Прострел в штрафную. Опасно. И снова Тибо Куртуа и Милетау вдвоем бросаются закрывать ворота. У них это получилось. Последние минуты этого матча. И Мадридский Реал пытается еще провести последнюю атаку. Две минуты добавил главный арбитр. Это Карим Бензима. Вальверде. Передача во фланг на Карвахале. Разыграли. Здорово. Ну же. Модрич. И здесь уже спасает Кепа. Ну и на этом наш прогноз подошел к концу. В нем побеждает Мадридский Реал со счетом 3-2. Вы пишите свои прогнозы в комментариях. Поддерживайте видео лайком. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok